День таможенника России Что-то претерпело за последнее время? Основными изменениями в нашей работе за последнее время явилось то, что мы перешли на полное стопроцентное декларирование товаров в электронном виде. Сейчас декларации на бумажном носителе практически нам не подаются, все подается в электронном виде, что удобно как и для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможни. То есть мы ушли от больших гор документов, сейчас все формируется в компьютере и в максимально короткие сроки из любого места Российской Федерации декларация может быть подана в Хакасскую таможню. Мы, соответственно, в электронном виде проверяем, принимаем определенные решения и также в электронном виде свое решение доводим до участников внешнеэкономической деятельности. Также за последнее время руководством Федеральной таможенной службы предпринималось много усилий для снижения количества документов, которые предоставляются нам при проведении таможенного оформления. То есть, опять же, если раньше больше 10 документов необходимо было подать при декларировании товаров, что при вывозе, что при ввозе товаров, то сейчас такое количество документов уже не требуется. Достаточно 4-5 до 10 документов нам подается. Более того, участнику внешнеэкономической деятельности достаточно указать реквизиты определенных документов в декларации на товары, а мы уже по каналам электронной связи проверяем с этими ведомствами наличие таких документов. Мы имеем возможность посмотреть эти документы в электронном виде и, соответственно, принять решение о выпуске либо о невыпуске товаров. То есть, опять же, это очень удобно участнику ВЭД и не надо носить эти документы. Ему достаточно их получить законным образом, а мы уже все за него сделаем, проверим. Ну и самая основная наша гордость – это снижение сроков проверки декларации. Когда я поступал на работу более 20 лет назад, у нас по таможенному кодексу мы проверяли декларации до 10 рабочих дней. Теперь по новому кодексу мы можем проверять декларации до следующего рабочего дня, то есть, по сути, сутки на проверку декларации. А по факту мы проверяем декларации при ввозе товаров до полутора часов, а при вывозе товаров 30 минут, 40 минут, 45 минут в среднем. Количество проведения таможенных досмотров очень сильно сократилось. Если, опять же, вспомнить, что было 10 лет назад, мы проверяли практически каждую партию ввозимого товара, то есть, 100% таможенный досмотр. Сейчас же по системе федеральной таможенной службы в Хакасской таможне процент досматриваемых партий товаров, то есть, фактический контроль, который мы проводим, он снизился 3-4-5-6%. То есть, для участника внешнеэкономической деятельности, для добропорядочного участника этот процесс абсолютно не обременителен. С 1 января этого года у нас начал функционировать Евразийский экономический союз. Что вообще дает участникам внешнеэкономической деятельности это? Сейчас, в настоящее время, в этом союзе 5 государств. Российская Федерация, Казахстан, Белоруссия – это основные члены этого союза, еще с таможенного союза, это основная тройка. И буквально в этом году присоединилась Армения и Кыргызстан. То есть, 5 государств у нас сейчас. Участники внешнеэкономической деятельности, кто занимается оформлением, перевозкой товаров внутри этого союза, они таможенные декларации в настоящее время не подают. Никакого таможенного оформления в настоящий момент нет. Это очень удобно. То есть, не надо идти в таможню, не надо проплачивать какие-то таможенные сборы, какие-то таможенные платежи. Это все очень быстро. Единственное, что необходимо опять же напомнить всем участникам этого процесса, кто работает с этими четырьмя республиками, ну, Россия – это 5 государство, о том, что необходимо подавать статформы. Потому что, хотя нет таможенного оформления, разное налоговое законодательство в наших государствах, и все равно для статистики товаров, которые перемещаются между государствами, необходимо статформы подавать. Порядок статформ, подача статформ, он установлен постановлением правительства. Вот оно довольно-таки старое. Оно есть во всех, как говорится, информационных системах и не составляет никакого труда эти статформы подавать, в том числе и в электронном виде, с проставлением цифровой подписи электронной. То есть все любые вопросы по заполнению статформ, по предоставлению нам отчетности мы готовы предоставлять, то есть в рамках бесплатного консультирования, системы консультирования. Это никакой проблемы не создает участникам в этом. Но создание этого союза евразийского экономического, вообще оно как-то отразится на простых людях, на ваш взгляд? У нас станет больше товаров, у нас они станут дешевле? Ну, конечно, вот из этих стран, ну, традиционно, да, вот Казахстан какие товары к нам возит, та же Армения, тот же Кыргызстан, плодовочная продукция. Конечно же, все это будет проходить, но представьте, из Кыргызии привезти плодовочную продукцию, если раньше приходилось оформлять ее, когда даже не было Казахстана в Союзе, оформление таможенное и при везде в Казахстан, и при везде в Россию, это сроки, это какие-то финансовые затраты. Сейчас никакого оформления, то есть погрузил машину в Кыргызии, составил какой-то договор по продаже в Российской Федерации, все, и едь в Российскую Федерацию, продавай. Только то лицо, которое принимает этот товар из Кыргызии, должно нам эту статформу, некую отчетность, просто предоставить, что он привез товар в таком-то количестве на такую сумму, все. То есть, ну, сами представляете, это сроки и финансы, это очень удобно, это просто пример Кыргызстана, допустим. Вот то же самое Армения, чем славится Армения, все прекрасно знают, эти товары могут беспошлино, быстро приезжать на территорию Российской Федерации. А по Белоруссии и по Казахстану этот союз уже действует у нас с 2010 года, и границ, в общем-то, давно уже никто не замечает, в том числе и экспортеры продукции. Такие предприятия, которые традиционно возят свою продукцию в Казахстан, в Киргизию, в Армению, им становится все очень просто это делать. Сейчас о эмбарго, которое введено в нашей стране, вот не говорит только ленивый. Вот расскажите, оно на вашей деятельности как-то отразилось? Таможня, Хакаска является внутренней таможней, и, как правило, к нам товары попадают уже в регион растаможенными, то есть они где-то прошли таможенное оформление. Но мы себя не снимаем как бы ответственности по контролю за вот этими завозами санкционных товаров, и мы осуществляем контроль совместно с органами Россельхознадзора и Роспотребнадзора уже на внутреннем рынке Республики Хакасия. То есть у нас есть такое право, и мы такие мероприятия проводим, это торговые точки, это рынки, это какие-то базы. И при наличии, при установлении фактов ввоза таких товаров мы проводим соответствующую проверку, законно ли везен товар, из каких стран он везен, какая страна произвела этот товар. И, соответственно, органы Россельхознадзора либо Роспотребнадзора выносят решение о либо возможности реализации этого товара, либо о его уничтожении. И такие факты в Хакасии у нас были, они, да, незначительные. Вот, с одной стороны, это радует, о том, что у нас санкционных товаров не реализуется. Вот, с другой стороны, он дает нам повод не расслабляться и постоянно такой контроль проводить. Ну а вообще, насколько федеральная таможенная служба пополняет государственную казну нашей Республики? Наша таможня, скажем, собирает федеральный бюджет, цифра она показательная. За уже, считай, 10 месяцев 2015 года мы собрали таможенных платежей порядка 2 миллиардов рублей. Это большая цифра. Да, у нас есть, скажем, падение по каким-то физическим показателям и при импорте, и при вывозе товаров. Но платежи и количество деклараций у нас практически не уменьшилось. Мы очень много оформляем товаров уголь, который идет на экспорт из-за Республики Хакасии практически по всему миру. Мы не проверяем декларации, мы проводим только фактический контроль этого, вывоза этого товаров. Мы оформляем товаротранспортные накладные, причем счет идет на тысячи таких деклараций. То есть каждый вагон, к нему есть накладная, мы это все оформляем. Вот платежи это не приносит, скажем, таможенной службе, Хакасской таможне. Но это очень большой объем работы, контроля. Мы оформляем очень много транзитных деклараций, в том числе оформление угля в Калининградскую область. И всячески стараемся идти навстречу участникам внешнеэкономической деятельности. Таким предприятием, ну скажем, гигантом Хакасии, это естественно система Русала, это Суэк Хакасия. Вот такие же известные производители Аян, который является тоже крупным участником внешнеэкономической деятельности. Мы стараемся с ними правоотворно взаимодействовать. И всегда открыты для общения. И опять же хотел призвать участников внешнеэкономической деятельности, потенциальных участников внешнеэкономической деятельности приходить к нам в таможню, заранее озвучивать свои проекты, чтобы дальнейшее таможенное оформление проходило максимально для всех, скажем, комфортно, быстро. Таможня у нас занимается и правоохранительной деятельностью. Какие здесь у нас результаты? Да, мы возбуждаем дела об административных правонарушениях. Больше 80 дел за 9 месяцев 2015 года мы возбуждаем уголовные дела. Пять уголовных дел было возбуждено по итогам года. Два из них связаны с перемещением наркотических средств. Два связаны с контрабандной в отношении лесоматериалов, тоже актуальны для нашей таможни, перемещение леса. И одно дело, это по факту, по валютному контролю, то есть как бы для нас-то злободневно. Недобросовестные участники ВЭД пытаются и в этой сфере нарушить налоговое законодательство, валютное законодательство. Мы с этим, скажем, боремся. У нас очень много наработок, все схемы нам известны. То есть ни у кого не должно быть иллюзий, что мы каким-то образом это дело упустим. Ну, из нарушений, которые бы хотелось сказать, которые нас беспокоят, это нарушения, связанные с временным ввозом автотранспортных средств. Естественно, физическими лицами, то есть недобросовестные физические лица, это не резиденты Российской Федерации, это иностранные граждане возят автомобили. При этом совершают два основных нарушения. Первое, это нарушение срока временного ввоза, то есть им дается на определенный срок ввоз автомобиля, они его нарушают, не появляются в таможне, не продляют срок временного ввоза. И второе нарушение, это передача прав пользования транспортным средством. Законодатель четко нам указал о том, что временно ввезенные транспортные средства никоим образом нельзя отчуждать. Кто ввез, тот и должен ездить. Никакие доверенности и на членов семьи, а тем более на других лиц, они не являются законными. И при остановке такого транспортного средства органами ГИБДД проводится проверка. И если факт подтверждает, что транспортное средство отчуждено незаконным образом, либо срок временного ввоза нарушен, сразу же транспортное средство передается нам, оно ставится на штрафстоянку, и мы проводим разбирательство. И самое, скажем, тревожное, то, что помимо штрафов суд имеет право принять решение о конфискации транспортного средства. И такие решения у нас есть. Поэтому хотелось бы предупредить граждан, кто, пытаясь сэкономить какие-то денежные средства, покупает такую категорию автотранспортных средств, быть готовым к проблемам при последующей эксплуатации таких автомобилей. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы.